МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, в эфире новости 24. Глава государства подписал указ о государственной программе по реализации стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения. Проект документа был представлен на общественное обсуждение. Он состоит из 276 пунктов. В частности, они касаются вопросов совершенствования государственного и общественного строительства, обеспечения верховенства закона и реформирования судебно-правовой системы, развития экономики социальной сферы, а также обеспечения безопасности, межнационального согласия, религиозной толерантности, осуществления взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики. Многогранный документ охватил все сферы жизнедеятельности страны. О масштабных приоритетах дальнейшего развития Республики комментарий программы. Участие граждан в принятии важнейших политических, экономических, социальных решений – это не только один из основных принципов демократического развития. Это позволяет учитывать предпочтение социума и тем самым повышает эффективность и результативность каждого нового документа. Данный конституционный принцип в последние годы реально отражает сложившиеся тенденции в Узбекистане, и подобное развитие событий уже получило должную высокую оценку у мировой общественности. Указ президента о государственной программе по реализации стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения стал логическим продолжением масштабного реформирования всех сфер жизнедеятельности государства и определил очередной внушительный этап преобразования. Документ прошел широкое общественное обсуждение на веб-порталах, а также в средствах массовой информации и социальных сетях. Все предложения были рассмотрены, суммированы и в той или иной мере нашли свое отражение в указе. В результате были внесены около 50 концептуальных и свыше 100 редакторских изменений и дополнений. В ходе общественного обсуждения поступили свыше 4 тысячи предложений. По итогам анализов проект государственной программы был усовершенствован. Наибольшее количество предложений поступили по первому направлению, а также по четвертому направлению. Это еще раз говорит о том, что наши граждане весьма заинтересованы совершенствованы в деятельности государственного управления, а также весьма заинтересованы по социальной защите населения. И в этой связи были конкретные предложения, учтены. Необходимо отметить, что наибольшее предложение, например, по первому направлению, произвучало в адрес совершенствования механизма по надзору за исполнением решений постановлений президента Республики Узбекистана. Так как мы все знаем, что когда принимается документ президентом, цель этого документа – это осуществление реформ во благо государства, во благо народа. Поэтому и итоги мониторинга показали, насколько наш народ заинтересован, чтобы каждый документ, принятый президентом, был качественно и своевременно исполнен. В рамках обсуждений в местных средствах массовой информации, на веб-сайтах и в соцсетях было размещено порядка 700 материалов. На теле- и радиоканалах в эфир вышло почти 400 передач. Два миллиона просмотров получили 200 постов на каналах Facebook и Telegram. На уровне местных кеньяши прошли предварительные обсуждения в разрезе поставленных задач. Утверждается подготовленная на основе результатов открытого диалога с народом государственная программа по реализации стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-21 годах, в год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения. В первую очередь остановимся на нововведениях, что коснутся деятельности предпринимателей. Срок действия целого ряда льгот, предоставленных бизнесу в период коронавирусной пандемии, продлен до 31 декабря 2021 года. Будет обеспечен возврат задолженности по уплате земельного налога и налога на имущество 20 тысяч субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере туризма, транспорта и общественного питания в размере 400 миллиардов сумм по состоянию на 1 января 2021 года. Приостанавливается начисление пеней на задолженность по земельному налогу и налогу на имущество, а также требование о неприменении мер принудительного взыскания налоговой задолженности, что станет основой для предоставления льгот 2700 предпринимателям на 80 миллиардов сумм в 2021 году, в 2020 году этот показатель составил соответственно 2800 и 180 миллиардов сумм. Дается беспроцентная отсрочка, рассрочка суммы остатка налога на имущество и земельного налога по состоянию на 31 декабря 2020 года, предоставленных президентом Республики Узбекистан субъектом предпринимательства в период коронавирусной пандемии. Продолжится действие моратория на проведение налогового аудита субъектов малого предпринимательства, своевременно уплачивающих налоги и другие обязательные платежи с поэтапным внедрением системы риск-анализ при проведении налогового аудита для сокращения доли теневой экономики. Еще одна тема, постоянно находящаяся в центре внимания общественности, это, конечно же, высшее образование и связанные с ним изменения. Отрадно, что акцент сделан на всестороннюю поддержку молодежи, защиту студентов, нуждающихся в социальной поддержке и обеспечении справедливости на всех ступенях образовательного процесса. К примеру, для получивших наивысший балл в ходе экзаменов 200 юношей и девушек вводится грант президента Республики Узбекистан. Не может не вызвать положительный резонанс тот факт, что количество государственных грантов увеличивается на 25%, а для представительниц прекрасной половины из малообеспеченных семей аж в два раза. Семьи, где двое и более детей обучаются по контракту, смогут получить образовательный кредит. Также внедряется механизм его погашения после окончания учебы. Еще очень важный момент. За последние годы в Узбекистане открыто множество зарубежных вузов, их филиалы, образовательные программы совместно с ведущими университетами. К сожалению, в этих случаях государство не выделяло гранты. И учеба в этих высших учебных заведениях осуществлялась лишь на платной контрактной основе. Данным документом в негосударственных высших учебных заведениях также будут иметь место получение грантовых мест для поступления в ВУЗы. У нас есть фонд Эль-Дюрд Умиде. Это очень хороший фонд. Он был направлен для того, чтобы молодежь наша, в том числе и те, которые работают уже в учебных заведениях, имели возможность проходить стажировки, учиться в докторантуре зарубежного ВУЗа. Квоты этого фонда увеличиваются аж в пять раз. Для нас это сегодня очень важно. Мы должны очень серьезно интегрироваться в мировое образовательное пространство, в мировое научное пространство. И чем больше молодежи наши будут иметь возможность проходить стажировки в этих университетах, в зарубежных университетах, тем выше будет качество не только высшего образования, но и всей ступени воспитательно-образовательного процесса. Поддержка лиц инвалидности, создание для них самых благоприятных условий для жизни и деятельности были и остаются в центре внутренней политики страны, что, естественно, нашло свое отражение в госпрограмме. До 1 июня 2021 года они получат возможность за счет средств государства на основе сертификата приобрести протезно-ортопедические приспособления у любого производителя. Отныне назначение инвалидности граждан с анатомическими дефектами, имеющим явные признаки инвалидности, будет производиться на бессрочный период без проведения дополнительного освидетельствования для получения клинико-функциональных сведений. Четко прописаны решения двух проблем, посвященных проблемам инвалидности. Это, в первую очередь, переход на современные механизмы обеспечения нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими изделиями и техническими средствами реабилитации. До сих пор люди обеспечивались полностью, но у них права выбора не было. Они были должны получать изделия, с кем составлен договор. На этом этапе обеспечивается право личности на выбор. Поэтому люди с инвалидностью, которым нужна протезно-ортопедическая продукция и технические средства реабилитации, которые обеспечивают им более полноценную жизнь, они имеют право выбрать. Во-вторых, при неблагоприятных прогнозах инвалидности, течении болезни, устраняя бюрократические преграды, не мучая людей, сразу устанавливать группы инвалидности на постоянной основе. Этим самым кратчайшим путем обеспечивается социальная защита уезжаем в категории граждан, в том числе лиц с инвалидностью. Есть новости и для пенсионеров. Вводится пенсионная амнистия, когда сверхначисленные размеры пенсий на сумму в 11,8 миллиардов сумм по состоянию на 1 февраля 2021 года перестанут быть долговыми обязательствами пенсионеров. Отменяется проверка и взыскание излишних выплат по назначенным пересчитанным пенсиям и пособиям за период 3 и более лет. Работающим лицам предоставляется право осуществлять на добровольной основе ежемесячную уплату из собственных доходов социального налога для получения в будущем пенсионного обеспечения их неработающими супругами. Одной из наиболее пострадавших сфер в период пандемии безусловно стал туризм. Меры его поддержки обозначены в госпрограмме следующим образом. Туризм определен стратегическим отраслью нашей экономики. Те льготы и меры поддержки, которые были оказаны в прошлом году, в период пандемии, будут продолжены в 2021 году. Это, конечно, очень существенная и сильная государственная поддержка. Кроме того, выделяется 1 триллион сумм, а это около 100 миллионов долларов США на развитие базовой инженерной инфраструктуры, необходимой для развития объектов сферы туризма. В частности, это дороги, освещение, водоснабжение, системы канализации, которые очень необходимы для развития любой отрасли в сфере туризма. В числе приоритетов также и развития внутреннего туризма. В 2021 году планируется привлечь для путешествий 7,5 миллионов наших граждан. Для этого предусмотрен ряд дополнительных льгот и поддержки, стимулов для того, чтобы все больше и большее количество нашего населения путешествовало по всей нашей стране. Следующий приоритет это привлечение до 1 миллиона 700 тысяч международных туристов, который даст в совокупности в 2021 году до 400 миллионов долларов США экспорта туристических услуг. Для этого в 2021 году планируется диверсификация туристических услуг, дополнительная монетизация туристических услуг, планируется создание новых туристических продуктов, новых туристических маршрутов. Для развития туризма важное значение имеет развитие транспортной логистики. С 1 марта 2021 по 1 июня 2022 года будет работать механизм возврата своего рода кэшбэка расходов путешествий по Узбекистану. Так, 25% от стоимости авиабилетов на внутренние рейсы, 15% от стоимости туров по республике и 10% от стоимости проживания в гостиницах будут возмещаться государством. В соответствии с документом с 1 июля 2021 года процесс таможенного оформления станет дистанционным. Поэтапно будут создаваться дистанционные посты электронной декларации. Отдельное место занял вопрос развития регионов. В качестве эксперимента вводится порядок направления не менее 5% средств при формировании бюджета по одному району, городу, с учетом мнений граждан на решение проблем в Махале, обратив особое внимание на вопросы поддержки молодежи и укрепления здоровья населения. До 1 июля 2021 года будет введена практика подготовки и принятия решений местных госорганов только через электронную систему ЕКОРОР. Помимо этого будет расширен объем предоставляемых госуслуг вне зависимости от постоянной или временной прописки, а также сокращен объем бумажного документа оборота. Реализация государственной программы позволит многим нашим соотечественникам встать в ряды граждан Республики Узбекистан. Лица безгражданства, прибывшие на территорию Республики Узбекистан до 1 января 2005 года и постоянно проживающие на территории Республики Узбекистан в течение 15 лет будут признаны гражданами Республики Узбекистан. В ходе реализации данной программы около 20 тысяч лиц безгражданства, не принявшие гражданство иностранного государства, будет обеспечена возможность признать их гражданами Республики Узбекистан. Нововведения коснутся и автомобилистов. До 1 июня 2021 года регистрация автомототранспортных средств и выдача государственных знаков будут производиться вне зависимости от места постоянного проживания граждан. Процесс сдачи экзаменов на получение водительских прав можно будет наблюдать в сети интернет. Начнутся работы по формированию единой базы данных автомобилей и их владельцев, что позволит перевести все отношения в цифру, так же как и деятельность службы безопасности дорожного движения. Еще один из наиболее обсуждаемых вопросов это вырезка деревьев. Так вот, мораторий в этом плане продлен до 31 декабря 2021 года. Особо стоит отметить активную гражданскую позицию в ходе обсуждения каждого пункта госпрограммы. Одним из важнейших пунктов государственной программы является развитие исторических мест в городе Ташкенте. В частности, определение и восстановление 12 ворот Ташкента. Когда мы восстановим эти 12 ворот Ташкента, я думаю, мы возродим масштабную историю. Будет возможность для нашей молодежи сравнить сегодняшний Ташкент с историческим Ташкентом. Потому что, когда есть ворота, эти ворота будут рассказывать историю того времени. Глядя на эти ворота, мы будем чувствовать нашу историю. Разносторонний подход к обобщению позволил обеспечить актуальность и перспективность всего документа в целом. На воплощение в жизнь поставленных в государственной программе задач планируется выделить 29,4 триллиона сумм и 2,6 миллиардов долларов. Внушительные во всех отношениях суммы позволят задействовать все структуры и силы для обеспечения дальнейшего прогресса во всех сферах и отраслях. И в особенности в плане поддержки молодых, инициативных и целеустремленных. Проект Века. Так, эксперты оценивают значимость реализации проекта по строительству железной дороги Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар. 2 февраля в ходе узбекско-афганско-пакистанских переговоров высокого уровня принята совместная дорожная карта. Как называют зарубежные специалисты, прорывная инициатива сформирует фундаментально новую парадигму международного сотрудничества между странами. Железная дорога станет платформой для устойчивого развития и повышения уровня жизненаселения. Транспортный коридор даст новый стимул для процветания национальных экономик и межрегиональной торговли, а также полностью раскроет потенциал для доступа Афганистана и Пакистана к рынкам Центральной Азии, СНГ и Восточной Европы. Прожитие накануне в Ташкенте трехсторонней встречи с участием высоких представителей Афганистана и Пакистана действительно является историческим событием, поскольку попытки по выходу к морским портам Пакистана были и ранее, но несмотря на различные заявления по данным направлениям никаких практических мер не было принято. И только за последние годы мы можем видеть, что благодаря прагматичной политике президента Республики Узбекистана, уважаемый Ашапка Тамардиоева, данное направление ведется конкретно практические меры, принимаются шаги. Прошедшая встреча является ярким примером. Вместе с тем необходимо отметить, что данный проект с стратегической точки зрения играет важную роль не только в обеспечении безопасности в Афганистане, в регионе, но и в обеспечении глобальной безопасности. В первую очередь с экономической точки зрения, поскольку значительно сократятся сухопутные пути между странами Центральной Азии и Южной Азии, более того, сократятся расходы на поставки товаров. В частности, на сегодняшний день для поставки одного 20-футового контейнера потребуется 900 долларов. Но после строительства данной железной дороги мы можем уменьшить данные расходы до 300 долларов. Более того, данный проект имеет важное значение в плане обеспечения безопасности, в плане поддержки продолжающейся на сегодняшний день мирных переговоров в Афганистане. Поскольку строительство данного проекта отвечает интересам всех стран, вовлеченных в регулирование ситуации в Афганистане, это в первую очередь Россия, США и Китай, официальные представители которых уже заявили о поддержке строительства, по участию в данном проекте Узбекистан обладает необходимыми технологическими возможностями. Более того, мы при строительстве данного проекта будем привлекать иностранных партнеров, а также международных экспертов. С точки зрения, на мой взгляд, сложной рельефной местности не могут выступить в качестве препятствия реализации данного проекта. Международные финансовые структуры, которые заинтересованы в обеспечении стабильности мира в Афганистане, они поддерживают строительство данного проекта и готовы финансировать реализацию данной железной дороги. Строительство железнодорожной линии Мазари-Шариф-Кабул-Пишавар имеет большое значение в частности в доставке в Афганистан грузов и дальнейшем их передвижении в Пакистан и обратно. Это важный шаг в создании рабочих мест в нашей стране. Данный проект несет мир и развитие, что является инициативой уважаемого президента Узбекистана господина Шавката Мердзиёева. Мы рады, что сегодня Афганистан становится неотъемлемой частью Центральной Азии. Теплые, дружественные отношения между руководителями наших государств придают мощный импульс укреплению добрососедских связей. В результате чего реализуются такие крупные и очень необходимые проекты. Будь то линия электропередач Сурхан-Поле-Хумри или же данная стальная магистраль. Пусть отношения между Узбекистаном и Афганистаном укрепляются и впредь. Как известно, центральные азиатские страны и Афганистан не имеют прямой выход к международным морским портам. В связи с этим они несут существенные транспортно-транзитные расходы, которые в 2-3 раза превышают аналогичные затраты стран, имеющих прямой выход к морским портам. Эта проблема особенно актуализировалась во время пандемии COVID-19. В этих условиях строительство вот этой железной дороги имеет огромное значение. И это даст, во-первых, для Афганистана и центрально-азиатских стран прямой выход к морским портам. И это в первую очередь сокращает затраты на транспортно-транзитные расходы. Это 30-35 процентов составляет. А также сроки перевозки грузов на 15-16 дней сокращаются. Я на протяжении 20 лет занимаюсь предпринимательством. До этого мы пользовались автотранспортом для перевозки грузов. Их транспортировка по железной дороге создает совершенно новые возможности. Также открыт образовательный центр по обучению афганских граждан в Сурхандарье, где в сфере железнодорожного транспорта обучается и мой брат. Я надеюсь, что он в будущем использует свои знания для блага своей страны. Это исторический момент для Афганистана. В Узбекистане создаются много возможностей и для афганских предпринимателей, чем мы очень рады. Новая железнодорожная линия Мазар-Шариф-Кабул-Пешевар имеет огромное значение для развития данного региона. Создаст новый транзитный коридор между странами СНГ, Центральной Азии, Афганистана, Пакистана с дальнейшим выходом в Индийский океан. Особенно он даст большой импульс для мирного развития государства Афганистана. Это создаст новые рабочие места, даст большой импульс для развития промышленности, горнодобываемой промышленности. Также институтом Башстанской Афганистана разработана принципиальная схема прохождения данной трассы. Трасса проходит в сложных как геологических, так и рельефных условиях. Предусматривает строительство больших сложных инженерных сооружений, таких как тоннели, виадуков, акведуков, длинных мостов. Институт Башстанской Афганистана имеет большой опыт проектирования и проведения изыскательских работ по таким сложным условиям. При строительстве, естественно, будут привлечены международные эксперты. Естественно, будут учитываться международные стандарты и нормативные документы строительства и проектирования железнодорог. Данный проект открывает большие возможности перед производителями-экспортерами Узбекистана. В частности, в настоящее время готовая продукция отправляется в страны Европы, например, по автомобильным или воздушным транспортным линиям. Со строительством крупной железнодорожной ветки Мазари-Шариф-Кабул-Пишавар можно будет направлять грузы по стальной магистрали, что, в свою очередь, позитивно отразится на снижении себестоимости продукции. Точно так же появится возможность через морские порты Карачи завозить в страну необходимые товары. Это важный шаг в продвижении отечественной продукции на мировом рынке, повышении экспортного потенциала нашего государства. Узбекистан, Пакистан. Несмотря на пандемию, продолжаются активные контакты и обмены, способствующие прежде всего поступательному расширению практического взаимодействия двух стран. Растут объемы товара оборота, увеличивается число совместных проектов. В ходе своего визита делегация во главе советника премьер-министра Исламской республики Пакистан Абдул-Разака Давуда также посетила город Самарканд. Сотрудничество между Республикой Узбекистан и Исламской республикой Пакистан набирает обороты в таких сферах, как торговля, туризм, легкая промышленность и образование. При участии пакистанских инвесторов успешно ведет свою деятельность ряд предприятий. В рамках визита делегация посетила и Самарканд. На встречу в администрации стороны обменялись мнениями о дальнейших перспективах развития и расширения взаимодействия. Гостей ознакомили с инвестиционной привлекательностью города, туристическим потенциалом, а также возможностями в сферах медицины и фармацевтики. В ходе переговоров стороны обсудили развитие грузовых и авиаперевозок, укрепление взаимовыгодного сотрудничества между бизнес-кругами, организацию обмена опытом в вузах. Я рад, что мне посчастливилось побывать в прекрасном Самарканде. Известно, что история взаимоотношений наших народов уходит корнями в глубокое прошлое. Сегодня они выходят на новый этап развития. Сотрудничество налажено по всем направлениям. В ближайшее время мы планируем привлечь предпринимателей и инвесторов в Узбекистан. На нынешней встрече мы также обменялись мнениями о дальнейшем расширении наших связей. Думаю, это будет способствовать развитию торгово-экономических отношений и в целом процветанию наших стран. Гостей также проинформировали о созданных условиях для иностранных студентов Самаркандского государственного медицинского института. Стоит отметить, здесь обучаются 130 представителей Пакистана. В ходе встречи отмечалось, что в ближайшее время ожидается приезд 120 студентов и 10 профессоров. Состоялось очередное заседание Нижней палаты парламента. Депутаты рассмотрели ответ на парламентский запрос о проделанной работе по реализации приоритетов по развитию рынка капитала. Кроме того, в центре внимания был и законопроект, предусматривающий дальнейшее усиление гарантий защиты интересов несовершеннолетних. С деталями Наргиз Шаисламова. Депутатами был рассмотрен проект закона, предусматривающий дальнейшее усиление гарантий защиты интересов граждан, не достигших совершеннолетия, пресечения фактов вовлечения несовершеннолетних к принудительному труду, участию в деятельности запрещенных или незаконных общественных объединений, а также, безусловно, обеспечения ответственности лиц, совершивших подобные действия. Законопроектом вносит изменения и дополнения в уголовный, уголовно-процессуальный и кодекс об административной ответственности. Необходимость принятия документа концептуально обосновал в своем докладе первый заместитель генерального прокурора. Важным аспектом законопроекта является пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних к принудительному труду, вносит изменения в уголовный кодекс, устанавливающая прямую уголовную ответственность за административное принуждение к труду несовершеннолетнего. Также в УК вносится дополнение, предусматривающее уголовную ответственность за склонение несовершеннолетнего к участию в деятельности незаконных в Республике Узбекистан, общественных объединений и религиозных организаций, течений и сект. Наряду с этим в УК вносится дополнение, определяющее последовательность уголовных дел по данному преступлению органов внутренних дел. На заседании депутаты тщательно рассмотрели ответ на парламентский запрос о проделанной работе по реализации установленных правительством приоритетов по развитию рынка капитала Республики Узбекистан. Согласно ответу по состоянию на 1 января, всего 599 акционерными обществами по номинальной стоимости выпущена акция на 149,5 трлн сумм. Из них в 254 АО имеется доля государства в 124,6 трлн сумм. Депутатами проявлен был интерес к осуществляемой работе по защите прав отечественных и иностранных инвесторов, развитию рынка капитала на уровне современных требований и увеличению на нем доли профессиональных участников и инвесторов, отмечалось в сотрудничестве с полномочными государственными и правоохранительными органами. В соответствии с законодательством принимаются обязательные инструкции для АО, иски в суд, а также соответствующие меры. В частности, в целях защиты прав инвесторов по выявленным правонарушениям за 2020 акционерным обществам выдано 201 предписание, подано в суд 144 иска и в правоохранительные органы направлено 66 документов. В настоящее время при поддержке АБР разработан первоначальный проект стратегии развития рынка капитала на 2021-2025 годы и принимаются меры по его совершенствованию с учетом выводов и предложений министерства и ведомств. На видеоселекторном совещании под председательством президента страны, посвященном обсуждению мер по обеспечению занятости и содержательной организации досуга молодежи, было отмечено, что в текущем году можно будет трудоустроить 30 тысяч юношей и девушек. Тогда были даны поручения по выделению субсидий на приобретение мини-технологий и оборудования, содействию по получению кредита. Поручено ввести порядок выделения молодежи под сельское хозяйство по одному из каждых 10 гектаров посевных земель. Репортаж из Андижанской области. По поручению главы государства, размеры выделяемых земельных участков определены, исходя из места расположения и условий регионов. Первая практика была представлена в Алтынкульском районе. Плодородная земля фермерского хозяйства Шаробиден Саховата в массиве Октепа была разделена по 10 суток и передана в пользование молодым жителям района, не имеющим на этот момент постоянной работы. Содействие в организации рабочего процесса на участке оказывает сам фермер, уже имеющий за плечами немалый опыт. Мы даем землю молодым людям в пользование. Они будут выращивать овощи и иметь стабильный доход. Для них подготовили почву, минеральные удобрения, технику. Я рада, что мой сын хочет заработать своим трудом и внести вклад в семейный бюджет. Спасибо за оказываемую поддержку. Не найдя работы по профессии, я уехал за границу. Вернулся из-за пандемии. Услышал по телевизору, как наш президент предложил выделять земельные участки молодежи. Под первый урожай посадил картофель. Хочу посадить лук во второй цикл. Моя цель – двигаться вперед. В регионе немало подобных джахангиру молодых людей, желающих переложить способности и энергию в плоскость организации сельскохозяйственного производства. Для этого появились большие возможности. Еще одним удобством является то, что молодым земледельцам оказана поддержка в вопросах обеспечения удобрениями. Чтобы обеспечить наших молодых земледельцев минеральными и химическими удобрениями, мы создали передвижные магазины и организовали клинику растений для защиты посевов. В качестве действенной помощи мы обеспечим их доставку непосредственно к полю. Рабочей группой организован семинар, где даны подробные разъяснения по вопросам выделения земель безработной молодежи в Анджиане. Специалистами озвучены практические рекомендации. Для нашей молодежи выделены земельные участки. Однако им также необходимо обладать навыками земледелия и ведения сельского хозяйства. С этой целью мы организовали семинар. Кроме того, приняты отдельные меры по предоставлению им льготных кредитов. В целом для нашей молодежи созданы все условия. В Анджиане действует высшее учебное заведение, специализирующееся на подготовке кадров для аграрного сектора. Молодые люди, которым переданы в пользование земельные наделы, имеют возможность получить практические навыки, теоретические знания. В ходе семинара преподаватели Анджианского института сельского хозяйства и агротехнологий дали рекомендации по рациональному землепользованию и сбору урожая. Февраль подходит к концу и корифеи земледелия плечом к плечу работают с молодежью, обрабатывая участки и готовя их к посадке сельхозкультур. Такие же плодородные земли выделены безработной молодежи и в Осакинском районе. Теперь мы будем обрабатывать землю и собирать урожай. Что немаловажно, будем зарабатывать деньги здесь, у себя, на родине. В Анджиане по предварительным оценкам молодежи будет выделено 2654 гектаров земли, 2127 фермерских хозяйств. На сегодняшний день в ходе изучения выявлены 18656 безработных молодых людей. 90% из них живут в селах. Это означает, что 10617 молодых людей на данный момент нуждаются в поддержке. В другом массиве Осакинского района строится теплица. Юноши и девушки, внесенные в книгу молодежи, желающие зарабатывать зимой и летом, могут собирать здесь урожай до четырех раз. Что немаловажно, это обеспечит работой еще 500 молодых жителей данного региона. Фестиваль, организованный в Нарынском районе на Манганской области, объединил тысячи молодых людей в едином стремлении завоевывать новые спортивные олимпы, реализовать себя профессионально и творчески. Энергию молодости, красоту и силу продемонстрировал веломарафон, в котором приняли участие 500 юношей и девушек. Участникам велозабега, преодолевшим финишную черту, первыми вручены памятные сувениры. Площадка фестиваля – это множество задумок организаторов для проявления способностей в самых различных направлениях. Здесь же, к примеру, была организована ярмарка вакансий, благодаря которой 200 молодых людей получили постоянную работу. Обозначенные главой государства задачи по обеспечению занятости и содержательной организации досуга молодежи нашли практическое воплощение в других фестивальных проектах. Изюминкой сегодняшнего фестиваля – это конное состязание. Основная цель проведения данного фестиваля – это, в первую очередь, проведение свободного времени молодежи, осмысленно привлечь их к разным видам спорта и трудоустроить их по своим специальностям. В 10 видах спорта состязались 200 участников мероприятий из самых различных уголков района. Конкурс чтецов, знатоков художественной и научной литературы наполнил атмосферу событий философским содержанием. Навыки приготовления национальных блюд демонстрировали юные повара в аппетитной части событий, где вкусовые качества оценивали профессиональные жюри, а также участники и гости. Любители искусства, юмора, интеллектуальных поединков также ожидало немало сюрпризов на специальных конкурсах. Каждый из участников мог найти на данном фестивале нишу применения собственных талантов и способностей. Но главный итог молодежного праздника – неформальное общение, обретение новых друзей и возможность поверить в собственные силы. Ведь именно молодости подвластны самые смелые идеи и поступки. Вопросы обеспечения занятости молодежи, оказания содействия в организации своего бизнеса, привлечение к предпринимательству находятся в приоритете. Реализация поставленных актуальных задач уже находит свое воплощение. Тему продолжит наш корреспондент. Продолжение следует... ...как правильно составить бизнес-план, вести маркетинговую политику. Сегодня особое внимание уделяется вопросам их трудоустройства и вовлечения в бизнес-среду. Созданы все условия для увлекательного досуга, организованы спортивные секции, проводятся культурные мероприятия. Но наиболее успешных юношей и девушек ждет интересная работа в органах внутренних дел, где они могут проявить свои лучшие качества, внести свой вклад в мирную и стабильную жизнь. В ходе открытого диалога, проведенного сектором внутренних дел в Махале Юнус Раджаби, каждое обращение юношей и девушек было детально изучено и решено. Основной акцент сделан на вопросах трудоустройства. Например, Айбек Кабулов в прошлом году окончил вуз. В настоящее время ничем не занят. В зависимости от его интересов был принят на работу помощником инспектора по профилактике органов внутренних дел. Обращение Дельсус Рустамовой также позитивно решено в ходе этого диалога. Девушка имеет среднеспециальное образование в области медицины. Однако, поскольку она не работала много лет, ей необходимо пройти курс повышения квалификации. Она получит финансовую помощь, а после получения профильного сертификата будет трудоустроена по специальности. Также по системе Махалябая прошла встреча с представителями первого сектора. Во время откровенной беседы, прошедшей в Махале-Армгуан, были рассмотрены обращения более 30 молодых людей. Порядка 15 из них были решены на месте. В частности, некоторые участники были трудоустроены, другие получили доступ к кредитным ресурсам для открытия собственного дела. Десяти молодым людям вручены сертификаты о зачислении в Центр Ишкем Архамат. Одна из наших молодых предпринимателей начала свой путь в бизнесе с открытия швейной мастерской. В целом, предпринимательская деятельность – это система, позволяющая человеку реализовать свой потенциал как личности, найти свое место среди миллионов людей. И таких примеров молодежных инициатив в районе немало. Например, молодой предприниматель организовал автосервис на дому и обеспечил занятость своих сверстников. Переложить способность молодых людей в практическую плоскость, конечно же, помогают механизмы государственной поддержки в рамках реализуемой молодежной политики. Охват детей дошкольным образованием будет увеличен. И во многом, как отметили в профильном министерстве, программа реализуется не только за счет строительства и возведения новых, но и реконструкции и ремонта имеющихся объектов. Несмотря на сложный предыдущий год, работа в этом направлении не прекращалась. В частности, в Якосарайском районе столицы при поддержке местной администрации открылась обновленная дошкольная образовательная организация. За основу обучения будет применяться методика ИСКРИ. О том, какие условия в ней созданы для малышей, знает моя коллега Лола Ракаева. Раньше садик был не очень такой же, но сейчас он красивый. У него обязательно хочется ходить. Что называется устами младенца, а значит, недооценивать наблюдательность детей не будем и поверим им на слово. Впрочем, своим глазам не верить тоже нельзя. Отремонтированный, достроенный и дооснащенный новый детский сад отныне и выглядит по-новому. И не только снаружи. Сказка, да и только. Как назовешь детсад, так тому и быть. Действительно, с инновационными методами. И, конечно же, они будут получать более качественное образование. Потому что, во-первых, педсостав здесь очень хороший, методисты здесь грамотные, профессиональные. Спальня отдельно, кухня отдельно, интерьер наполнен уютом и простором. Как отмечают в Министерстве дошкольного образования, инновации здесь присутствуют абсолютно во всем. Заполнен практически каждый метод пространства. Уютные помещения, игровые зоны, центры развития, спортивные игровые площадки. Шагая по музыкальным ступенькам, словно по нотам, которые обязательно приведут в музыкальный зал. Легко попадаешь в царство шахматных фигур. А вот то, что пуфики могут выступать так же в роли шашек одновременно, как дважды два, знает каждый воспитанник. Учили и тот факт, что дети любят рисовать. И на стенах в том числе. Почему бы и нет, решили взрослые. И этот маленький каприз исполнен. Проведенная работа по ремонту и реконструкции 150-й. Дошкольная образовательная организация Якосарайского района столицы, несмотря на пандемию, позволила выполнить все задуманное. Здесь построено отдельное здание, где созданы условия для интеллектуального и творческого развития в рамках пяти инициатив. А вот глава районной администрации отмечает, что ставку сделали на духовно-нравственное развитие подрастающего поколения. Оснащение дошкольной образовательной организации проходило в соответствии с требованиями времени. Новые методические пособия, когда учтены все факторы, в том числе интересы каждого малыша. Мнение родителей тоже не на последнем месте. Папа пятилетнего Заира, к слову, пилот со стажем, сравнивает созданные условия с тем, что было. Ну, конечно, это большая разница. Небо и земля по тем временам. А сейчас, я так думаю, что это космос. Разница в этом. Что сделал наш государственный наш хокемиат, это вообще слов нету сказать, что так красиво, так хорошо и оборудование. Это говорит о том, что наши дети сегодня получат достойное воспитание. Вот этот фундамент сегодня закладывается в этом прекрасном детском саду. Интересно, познавательно, комфортно, весело и полезно. Теперь только так будут проводить время маленькие почемучки, для которых будут дополнительные бонусы. В самое ближайшее время на базе ДОУ откроют новые кружки в ответ на пожелания родителей дошколят. Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами на нашем телеканале. Великолепитесь. Спасибо.